Слава Богу! И сегодня с вами мы услышим истории людей, в чьих жизни Бог являл свои чудеса, в чьих жизнях Бог Он воскрес и Он живой. Аминь. Слава Богу! И Библия также называет Иисуса Христа Агнцем. И в Ветхом Завете Агнец олицетворяет, это прообраз Иисуса Христа, олицетворяет исход из египетского рабства. А в Новом Завете также Агнец Божий, Он, это Тот, Который заплатил цену за каждого из нас, за наши грехи. Аминь. И Он взошел на крест, и мы с вами имеем спасение, мы с вами имеем искупление, и мы имеем жизнь вечную. Аминь. Слава Богу! И также Писание, Библия говорит и называет нашего Господа львом от колена Иудинах. Он не просто, не только Агнец, но Он также и лев, который сражался за нас, который был силен в своей силе, и сразился за нас, и победил. И об этом мы сегодня будем петь также в наших песнях и прославлять нашего Господа. Аминь. И у нас есть нужды, я хотел бы, чтобы мы помолились также за нужды, коротко. Дорогой Господь, мы благословляем каждую нужду, каждое опоясание во имя Иисуса Христа. Просим Господь, чтобы Твоя сила, Господь, она была, Господь, на каждом опоясании во имя Иисуса Христа. И мы провозглашаем каждую нужду, восполненной по богатству Твоему славе Христом Иисусом. И благодарим Тебя за все. И отдаем Тебе всю славу, всю хвалу и всю честь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И давайте вместе скажем, Христос воскрес! Аминь. Аминь. Давайте обратим внимание на экран. Для меня Пасха – это не просто какая-то традиция, ритуалы. Это намного глубже. Это история о личности по имени Иисуса. Сам Бог решил стать ближе ко мне. К моим переживаниям, проблемам, болям. Он бросил вызов обществу. Пошел против системы и сломал все наши стереотипы. Он никогда не искал комфорт. Учил верить. Даже когда все казалось неверным. Ему было все равно. Богатый ты или бедный. Он не смотрел на статус. Для него было важно, чтобы человек внутри, в его сердце, что он чувствует. Он видел в каждом человеке его уникальность. И он всегда давал шанс начать все сначала. Всегда говорил правду. Никогда не боялся. Даже в самых жестких условиях он следовал своим принципам. Пасха – это история о том, кто принес людям надежду. Он показал, насколько каждый из нас ценен. Он был распят. И кто-то думает, что это было случайно. Но факт остается фактом. Он умер на кресте за наши грехи. И Пасха – это символ того, что надежда всегда есть. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 НОВИТЬ ВЕСМЕНТЫ На кресте СЛАВУЮ НОВИТЬ СЛАВУТЬ СЛАВУ ТЕБЕ О, ЭТА БЛАГАТА О, ВЕКТОЯ а а на себя все вся мой крест и мой мазок ты твоя жизнь когда меня освободи о и за по ей и 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 Божьей в нашей жизни. Аминь. Иисус воскрес! В Нем победа, в Нем живет. Аминь. Аминь, Господь, слава Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за воскресение Твое, что Ты пришел на землю, чтобы сразиться за каждого из нас, чтобы победить грех и смерть, искупить нас. Идет на облаках, склониться перед ним земля. Околы все падут, в то время так звучит хвала, кто встанет на пути у Бога. Наш Бог креплюет, велик в своей силе, за нас Он воюет, крепкие враги силе, склонятся перед ним дороги. Он на огне с небес, за нас был распят, на себя взятый скверк, у сыраства вода. Все колени сходятся пред именем Его, офисовый век и ути. Возьмем голоса и приготовим путь веру. Идет нас поводить людей, измученных вреду, кто встанет на пути у Бога. Наш Бог креплюет, велик в своей силе, за нас воюет, крепкие враги силе, склонятся перед ним дороги. Он на огне с небес, за нас был распят, на себя взятый скверк, у сыраства вода. И все колени сходятся пред именем Его, офисовый век и ути. Он на огне сходятся пред именем Его, Он на огне сходятся пред именем Его. Кто встанет на пути у Бога? Кто встанет на пути у Бога? Кто встанет на пути у Бога? Наш Бог великий аминь, Кто встанет на пути у Бога? Он пришел освободить нас домой, Он пролил Свою кровь, Он отдал Свою жизнь, Он искупил нас, Он встанет на пути. 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 Он встанет на пути. Он искупил нас, 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 Он встанет на пути. Он встанет на пути. Он искупил нас, Он встанет на пути. Он искупил нас, Он встанет на пути. Он искупил нас, Он встанет на пути. Слава Аллилуйя! Наш Спаситель живет! Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Иисуши, Бог, Слава, Аллилуйя. Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Иисуши, Бог, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Иисуши, Бог, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Иисуши, Бог, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Иисуши, Бог, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Иисуши, Бог, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуй а и а и и а и и а и а и и и и и и а и 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 Иисус живой, аминь. 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 Мы верим дальше, мы верим, что пройдет еще какое-то время И к этим нашим трем семьям присоединятся еще семьи наших родственников И, конечно же, семьи наших внуков И слава Богу за это Христос воскрес! Аллилуйя! Слава Господу! С праздничком вас, дорогие! Кто же я, что царя вселенной всей Волнует боль моя и мир в душе моей Кто же я, что чудесный Божий Свет ведет меня всегда Когда мира в сердце нет Не за то, что сделал я Но по милости твоей Не за все мои дела Ты любовь даруешь мне Я лишь цветок, что расцветает И мгновенно убитает И мгновенно убитает Пришел в мир и исчезнет Как утренний туман Но ты мольвам моим Но ты мольвам моим внимаешь Если упаду прощаешь Ты сказал мне, что я твой Навсегда 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 Кто же я Кто же я, чтобы Бог, смиривший шторм Дарил мне свой покой Когда вокруг Когда вокруг лишь зло И не за то, что сделал я Но по милости своей Не за все мои дела Ты любовь даруешь мне Я лишь цветок, что расцветает И мгновенно убитает Пришел в мир и исчезнет Как утренний туман Но ты мольвам моим внимаешь Если упаду прощаешь Ты сказал мне, что я твой Навсегда Навсегда За то, что сделал я Но по милости твоей Не за все мои дела Ты любовь даруешь мне Я лишь цветок, что расцветает И мгновенно убитает Пришел в мир и исчезнет Как утренний туман Но ты мольвам моим внимаешь Если упаду прощаешь Если упаду прощаешь Ты сказал мне, что я твой Навсегда 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 В его руках В его любви Мы все вместе Навсегда 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 Как утренний туман Он дует Я я Как утренний туман Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Не грусти! Да, этот мир, он жесток! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! центре. И уже к этому времени супруга, она просто сказала, что я не хочу, чтобы наш сын видел такого отца. И она отвезла нашего сына к своим родителям в Алтайский край. По сути, на самом деле, у меня было одно только желание на тот момент — это избавиться от этой зависимости, потому что она мне мешала, эта зависимость мне мешала. Я не думал ни о сыне, не думал ни о супруге, не думал ни о ком, кроме себя. Но буквально, может быть, месяц прошел, может быть, полтора месяца прошло после того, как я принял Господа Иисуса Христа в свое сердце. Супруга приняла решение привезти обратно ребенка, потому что она увидела изменения во мне. И вы знаете, когда он заходил, когда вот как раз получалось, я что-то рассказывал за кафедрой, и заходит мой сын, я просто ощутил те изменения в моем сердце, в моем мышлении, как сильно я люблю своего сына, как сильно я люблю свою жену. Я ощутил это в тот момент, когда они заходили. И это ощущение, оно живет по сей день. И, понимаете, оно греет меня, потому что на тот момент тогда я понял, что действительно сейчас я изменен благодаря его крови. Спасибо большое. Христос воскрес, драгоценные! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Место, где кровь пролил ты свою Что ожить мне, что раньше было ценно Не знал, чем ничего Отведи меня к Твоему кресту На колени там пред Тобой паду От себя устал и к Тебе бегу Веди Его Отведи меня кресту Так же, как я Искушаем был Ты О, Бог мой Зайдя к нам с небес Собрал грех и смерть Ты воскрес Что раньше было ценно для меня Не значит ничего Отведи меня к Твоему кресту На колени там пред Тобой паду От себя устал и к Тебе бегу Веди Бог Веди меня кресту Веди меня Веди меня Веди меня Отведи меня Отведи меня Где любовь Твоя Вред Тобой, Господь На коленях я Узы разорви Узы разорви Я навечно Твой Веди Его Веди Его Отведи меня Отведи меня Отведи меня Отведи меня Отведи меня Веди, Господь Веди, Господь Веди меня Домой. И наградил нашу семью, в последующем скажу, какими подарками. То есть в 13-м году у меня врачи диагностировали рак. Это такая шишка была на губе, то есть диагноз был саркома лицевой кости. То есть диагноз, которым люди, то есть когда зашел к врачу, врач сидел, глаза вниз, медсестра плакала. И до сих пор, когда вспоминаю, ладно, ну когда тебе говорят, что ты в расцвете сил, как бы ты уже должен умереть, это вообще такое накладывает на тебя такие сентиментальные ноты. И мне сказали, говорят, ну слушай, ну все, то есть завязывай уже и жить, и все такое, то есть как бы прекращай уже все свои активные действия, готовься. И все анализы, которые мы ходили, сдавали, они, вы знаете, ну у обычного человека анализы проходят в каких-то лабораториях, наши анализы все проходили в морге. То есть все вот эти вот, куда не идешь, везде гробовые доски стоят. Я говорю, ну нормально вообще. И знаешь, когда тебе, не дай бог, конечно, но когда в какие-то вот моменты говорят такие вот вещи, какой-то диагноз или что, с этим диагнозом входит страх в человека. И этот страх, главное, не дать ему вот осесть в тебе, не дать пустить корни. И благо, что в тот момент я до этого проходил реабилитацию от наркотиков. Бог меня, еще одно свидетельство, освободил от наркотиков. И в репцентре мы изучали Слово Божие, изучали, знакомились с Господом. И тогда я взял на вооружение одно местописание, что наш Господь, Он взял все грехи, все болезни на крест. И это не просто Слово. И действительно, знаете, я пропитался этим, я встал на это обетование, встал на это Слово. И решил для себя, что если в Библии написано, значит так оно и есть. Если нет, значит это все вранье. Но так как я знал, что Бог меня освободил от наркотиков, значит это так и есть. Встал и стоял на этом, вопреки всему. И мы оградили себя от всех людей, которые просто ненужные вещи говорили в нашей жизни, у которых не было позитива. Мы общались только с теми людьми, которые верили в Господа, у которых все получилось в этой жизни. И слава Господу, что у меня рядом была моя жена. Это на вид хрупкий человек, на самом деле это солдат, облаченный. Она не просто молилась, она действительно, она повелевала, она просто, она угрожающая для сатаны просто оружие. Это не солдат, это просто тополь М против сатаны. Слава Господу. И Бог после каждого сражения нас награждает детьми. Такие у Него подарки. У нас их уже трое. Слава Богу, я просто добавлю, что знаете, ну Бог-целитель, это реальность нашей жизни. Наши дети практически не болеют. Ну это факт. Даже если они заболевают, ну максимум это сутки, ну двое это если прям, ну и то это редкость. Они практически не болеют. Знаете, у меня еще такое дополнение свидетельства. Мы когда-то употребляли наркотики, нам ставили этот диагноз гепатит С. Мы вообще его не принимаем в нашей жизни. Когда родился мой средний сын, нам через несколько, ну путем нескольких анализов подтвердили этот диагноз у него. И я помню, что когда я вышла из кабинета, я даже никому не сказала, что сказали врачи. Я даже мужу не сказала, потому что если я воспринимаю это как ложь сатаны, зачем я буду ее кому-то говорить вообще. Я вышла, сказала, все нормально как бы. И буквально несколько месяцев спустя, ну мы сдавали повторные анализы и диагнозы были сняты. Все. Слава Богу. Алимпийский. Извините. Самое главное, что действительно пастор сказал, что действительно о результате. Врачи диагностировали, что сама опухоль и весь диагноз просто абсолютно исключили его. То есть вырезали мне, ну правда вырезали часть лица, но это дело пятое, это как бы меня вообще не волнует на самом деле. Мне сделали шикарный протез, который подошел с первого раза. Это вообще редкость такая. То есть хоп и все, и все классно, понимаете. На самом деле здоровый человек, полноценный и ничего. Алимпийский. Алимпийский. Субтитры создавал DimaTorzok 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 тебе и только тебе всю славу честь и хвалу спасибо тебе боже за то что ты совершил на кресте и на голгофе ради каждого из нас мы благодарны тебе боже и пусть на самом деле это пасха которая есть ты христос заклонный за нас она наполнит наши жизни и наши сердца во имя иисуса христа и весь народ да скажет на самом деле каждый из нас мы бы могли быть здесь стоять и просто представлять его открытое письмо всеми читаем я знаю что каждый кто соприкоснулся со христом в его жизни есть изменения и каждый он может свидетельствовать о его славе рассказывая чудеса божьих в своей жизни это так ценно и все то что мы сегодня делаем мы продолжаем праздновать конечно же сто процентов что его пасха его торжество это то что должно присутствовать в жизни каждого из нас каждый день не просто только в это чудесное воскресенье но в каждый божий день потому что иисус воскрес и он хочет наполнять наши жизни и наши сердца я бы хотел прежде чем я поделюсь дальше я бы хотел просто чтобы мы обратили с вами внимание на экран и посмотрели один ролик где просто о пасхе рассказывают дети многие люди считают что праздник пасхи это когда просто нужно приготовить много еды покрасить яйца и на печь куличи в этот день все становятся добрые улыбаются и говорят друг другу иисус воскрес воистину воскрес но не все знают что пасха это день спасения для всех людей от рабства греха и вечной смерти давным-давно этот праздник начали праздновать в израиле много лет израильский народ находился в рабстве у фараона земли египетской там их заставляли много и тяжело работать пили и никуда не отпускали евреям было очень плохо и они просили бога чтобы он заступился за них и освободили бог услышал их молитву жалился над ними и послал к ним своего человека его звали моисей он должен был вывести евреев из египта моисей пришел к фараону и сказал отпусти мой народ но тот не захотел тогда вся вода в египте стала похожа на кровь бог совершал великие чудеса а моисей снова говорил фараон чтобы тот отпустил народ и опять фараон не соглашался из-за этого на египет шли новые беды и вот в одну ночь бог сказал евреям взять ягненка заколоть его и его крови помазать косяки и перекладины дверей в ту ночь ангел-губитель зашел в дома египетские и убил всех первенцев фараон египтяне очень сильно испугались и попросили евреев чтобы они скорее ушли ночью весь израиль вышел из египта но фараон снова разозлился и погнался за евреями и тогда моисей разделил море и все израильтяне перешли на тот берег а египтяне не смогли им ничего весь народ радовался и ликовал ведь теперь они рабы а свободные это был настоящий праздник с тех пор бог повелел израильскому народу всегда праздновать этот праздник день избавления от рабства пасха шли годы и тысячелетия а люди снова и снова попадали в рабства разных земных царей кто-то очень сильно пил кто-то жил на улице кто-то грабил прохожих а кому-то было все равно бог видел как они страдают и не мучаются и погибают слышал их стоны крики о помощи и захотел освободить всех людей он послал на землю своего сына иисуса христа чтобы он стал их спасителем иисус прожил на земле всего 33 года он рассказывал всем о своем отце о его сильной любви и чудесном царстве творил удивительные чудеса исцелял и воскрешал людей своим ученикам он говорил что должен пострадать за людей умереть а потом воскреснуть чтобы всем людям дать свободу люди не понимали а правители испугались и решили убить и вот на праздник пасхи они схватили его и били насмехались над ним а потом пригвоздили ко кресту но он не сопротивлялся хоть и не был виноват ни в чем он умер и его погребли в гробнице некоторые даже подумали что он всех обманул и не был сыном божий но когда прошло три дня его гробу пришли женщины мария и мария магдалина и увидели что его там уже нет тогда им явился ангел и громко возвестил что иисуса христа здесь нет он воскрес как и обещал а потом иисус перешел сам к ученикам и встал посреди них живой они сначала испугались а потом узнали его и сильно обрадовались он действительно воскрес и пошли они на гору вместе с иисусом он сказал им идите и проповедуйте по всему миру и стал подниматься у них на глазах и они пошли и проповедовали радостную весть об иисусе христе который умер и воскрес и они говорили всем если ты поверишь сердцем что бог воскресил его из мертвых и скажешь ему что он твой господь то он освободит тебя от рабства зла и греха спасет тебя от страха смерти и даст тебе вечную жизнь аминь скажи вместе со мной скажи христос воскрес христос воскрес excluding воистину воскрес врод ile И, конечно же, я уверен, что каждый человек, кто находится в этом зале, вы уже, или мы уже по умолчанию, мы верим, что Он воистину воскрес. И мы празднуем этот светлый и замечательный праздник Пасха Господня, Христового Воскресения. И, конечно же, у каждого праздника есть такое простое элементарное понимание, что есть день рождения. Мы знаем, да? Если мы празднуем там еще какое-то, ну, Рождество, мы понимаем, что это рождение Иисуса. Если мы празднуем там какой-то день независимости, мы понимаем, что мы от чего-то стали независимы. Но Пасха – это то, что обозначает, что когда-то смерть прошла мимо. То есть что-то прошло мимо. И когда я принимаю Иисуса в свою жизнь, когда я принимаю то, что Иисус совершил на кресте и на Голгофе, вот эта вот смерть, она проходит мимо меня, она не имеет ничего общего со мной. Потому что каждый человек, так или иначе, это Библия говорит, и это также говорит мой жизненный опыт об этом, когда я общаюсь с людьми. Писание говорит, что Бог вложил в жизнь каждого человека вечность. И каждый человек, даже самый атеистически настроенный, он внутри себя, он понимает, что жизнь – это не просто, что ты прожил, умер и на этом все закончилось. Нет, внутри себя каждый человек понимает, было бы слишком просто, слишком банально выглядит, если просто умереть и на этом все закончится. И как однажды один человек сказал, что человек живет в утробе матери, чтобы приготовить себя к жизни на земле. И живет жизнью на земле, чтобы приготовить себя к жизни вечной. Мы готовим себя к жизни вечной. Мы готовим Иисус. Знаете, друзья мои, Иисус пришел в этот мир. И Он озвучил, для чего Он пришел. Это в Евангелии от Луки 4 глава, 18 стих. Сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». В Боге есть спасение, в Боге есть полнота, в Боге есть мир, в Боге есть утешение, в Боге есть надежда. Надежда, когда Он дарует в наши сердца эту надежду. Я помню, как здесь многие свидетельствовали, так же, как Дмитрий с Еленой, они свидетельствовали с этой историей с царкомой, с раком. И мы знаем, что с медицинской точки зрения у этого вида рака просто нет людей, которые бы получали исцеление. Но для Бога нет ничего невозможного. Когда мы доверяем Богу, Бог способен совершить чудо в любой ситуации. И, возможно, ты на сегодняшний день, ты находишься в этом зале, и ты пытаешься найти обоснование своей великой проблемы. Я хотел бы, чтобы ты просто нашел великого Бога в своем сердце, и Он сможет решить любую проблему. Аминь. Он сможет изменить любые обстоятельства. То, что я вижу, когда, помните, в последней главе Евангелия от Луки, когда двое из учеников, они просто пошли вообще в другую сторону, они пошли в Ямаус, вместо того, чтобы ждать обещанного от Бога, они пошли, и они встретили Иисуса. Знаешь, когда они увидели Иисуса, они развернулись и пошли в другую сторону. Они вернулись в Иерусалим. Знаешь, так много из нас мы ходим своими путями. Мы ищем чего-то другого в этой жизни и пытаемся найти какое-то другое удовлетворение, вместо того, чтобы найти Бога в своей жизни и в своем сердце. Знаете, я вижу, так интересно. Мы можем видеть, это произошло в начале рождения Иисуса, когда Он родился. Помните, волхвы, они пришли для того, чтобы поклониться Ему. Помните. Писание говорит, когда они встретились с Ним, Библия конкретно говорит черным по белому, что они после этого пошли иным путем, пошли другим путем. Так интересно, эти ученики, они когда пошли в Ямаус, они встретились с Иисусом, они развернулись и пошли в другую сторону. И когда мы встречаемся с Иисусом, каким образом может ознаменоваться в моей жизни встреча со Христом? То, что я иду другим путем. Другим путем. Когда я позволяю уже не своей мудрости, не своим, простите меня, похотям и желаниям вести меня по этой жизни. Когда я позволяю Богу, как любящему Отцу, вести меня по этой жизни. Аминь. Поэтому Христос воскрес! Аминь. Позволь Ему вести тебя в этой жизни. Позволь Ему совершать чудеса для тебя в твоей жизни. Аминь. Позволь Ему изменить твою жизнь. И, конечно же, конечно же, когда мы принимаем Его в свою жизнь, нам принадлежит вечная жизнь со Христом. Но помимо вечности, Он хочет вести нас и в этой жизни вместе с Ним. Вести, направлять, заботиться, оберегать. Для того, чтобы вот эти вот неправильные вещи, они могли проходить мимо. И Он умер для этого и пролил свою святую кровь. Но Он не остался мертвым. Поверь, Он воскрес. Аминь. И до тех пор, покуда это просто исторический факт, это не меняет ни в моей жизни, ни в твоей жизни ничего. Аминь. Но когда это становится личным для тебя, тогда все в твоей жизни, оно меняется. Аминь. 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 И давайте дадим Ему большую славу, потому что Он достоин. Бог достоин славы. И поэтому все, что вы видели здесь. Аминь. Давайте дадим Ему славу. Он достоин. Аминь. И все, что вы видели здесь. Детское служение показывали сцену. Молодежное служение. И каждое служение на своем уровне пытались показать то, что Христос, Он отдал свою жизнь за каждого из нас. Каждый из нас, Он пытался именно отразить то, что изменения, они неподдельны, их нельзя подделать. Когда Христос, Он изменил. В моей жизни, это знают мои родители, это знают мои близкие, Христос изменил мою жизнь. И моей жизни давным-давно уже не должно было быть на этой земле. Но Он Спаситель. И поэтому я хочу жить Его жизнью. Я хочу нести Его жизнью. Аминь. Поэтому все, что мы делали здесь, это мы делали для того, чтобы принести славу Ему. И для того, чтобы помочь каждому из нас показать, что Иисус совершил на кресте и на Голгофе. Аминь. И я хочу вместе с каждым из вас, просто как мы сидим. Просто каждый, чтобы мы вместе помолились этой молитвой. Хорошо? Давайте мы закроем наши глаза и помолимся. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя. Просто повторяйте это вместе со мной. Я благодарю Тебя, что Ты пришел в этот мир ради меня. Что Ты умер на кресте и воскрес. Ради моего оправдания. Я благодарю Тебя, Иисус. И я принимаю Тебя, как моего Господа и Спасителя. И я прошу Тебя, веди меня по этой жизни. Направляй меня. И я благодарю Тебя, что Ты принимаешь меня таким, каков я есть. И с этого момента и навсегда я являюсь Твоим детем. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты моя Пасха. Что Ты, Христос, заклан за меня. Аминь. 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 Бог достоин славы. И, конечно же, Бог да благословит каждого. И если Вы молились этой молитвой впервые, пожалуйста, поднимите свою руку. У нас есть подарки. Не стесняйтесь, просто поднимите свою руку. Если Вы молились впервые, да, обратите внимание, дайте, пожалуйста, подарки. Если Вы пришли впервые, так же поднимите свою руку. Просто, если Вы пришли впервые. Просто для того, чтобы получить подарок Нет в этом ничего особенного Не стесняйтесь Просто поднимите руку Получите подарок И всего лишь И конечно же Я приглашаю каждого из вас В церковный офис Завтра В 19.00, Женикидзе, 47 Где мы немного расскажем вам о церкви И о том, что с вами произошло Добро пожаловать в церковь и в семью Божью Бог да благословит каждого, аминь Я бы хотел так же у нас У меня будут еще некоторые объявления и поздравления в конце Я бы хотел, чтобы так же мы обратили еще на экран Еще не все закончилось Давайте мы просто обратим внимание свое на экран Продолжим И после уже я бы хотел так же помолиться и благословить следующую неделю Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 наполнить сердце каждого этим светлым, светлым праздником, светлым воскресением Твоим, Боже. Мы благодарны Тебе. И я, Боже, молюсь и просто прошу Тебя, благослови каждого, благослови каждый дом, благослови каждую семью, Боже. Яви Твою славу. Благослови, Господи, также каждого человека, кто жертвовал, Боже. Просто яви Твою славу в каждом доме и в каждой семье. Да благослови Тебя, Господь, и сохрани Тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо своё на тебя и даст тебе мир во имя Отца, Сына и Святого Духа. И весь народ да скажет Аминь. Аминь. И ещё раз поздравляю. Христос воскрес! Друзья, каждое воскресенье в 9 и в 12 часов. Также у нас в Советском районе в 14.30 и в Кировском в 17.00. Каждое воскресенье у нас проходят служения. Поэтому добро пожаловать! Бог да благословит каждого из вас!